Всем привет вы на канале планета земля и сегодня мы поговорим об Иве. Многие скажут видели мы это дерево по берегам рек и озер растут эти красавицы склонившиеся над водой и кажется каким-то необычным деревом таинственным и загадочным стоит ива склоненная над водой будто смотрит на свое отражение как в зеркало и о чем-то задумалась а иногда даже в ясный солнечный день на листиках плакучей ивы собираются капельки влаги и медленно капают воду и все бы хорошо но только это всего один вид из рода ив а как же остальные почему о них мало кто знает и вообще почему ива все время плачет вот поэтому здесь и сейчас мы и поговорим об этом растении поехали ива верба ветла ракита лоза лозина тальник шилюга чернолос и чернотал и еще много названий у этих деревьев и кустарников и да дорогие друзья все это ива ива появилась на земле довольно рано ее отпечатки попадаются уже в меловой формации само слово ива довольно древние и встречается во многих языках мира поэтому существует несколько теорий о его происхождении одна из версий происхождения состоит в том что слово произошло от глагола ведь ведь в старину из ивы крестьяне вели огромное количество нужных по хозяйству вещей от корзинок до заборов род и вы очень многообразный по числу своих видов и разновидности она занимает одно из первых мест среди других древесных пород в настоящее время род его насчитывает более 550 видов среди них много естественных гибридов а также форм и сортов выведенных искусственно даже ботаники зачастую затрудняются с классификацией того или иного вида аж то уж говорить о простых людях представители этого семейства очень разнообразны по внешнему виду есть среди них высокие деревья среди некоторых видов и встречаются экземпляры высотой до 40 метров и диаметром ствола более полуметра а некоторые экземпляры еще больше густарники иногда довольно мелкие приземистые стелющиеся по земле в полярных странах и на высоких горах в нагорных областях растут еще более мелкие и вы всего несколько сантиметров в высоту не превышающий мхов среди которых они растут различаются и вы не только внешним видом но и формой листовой пластинки и цветом стеблей а также почек долго пробирается весна через весь март и даже в апреле многим приходится еще вспоминать про зиму но все же солнце пригревает чаще зацвели подснежники но цветут в это время не только они одни из первых просыпаются и вы хотя время цветения у разных видов и в тоже разное некоторые из ив цветут ранней весной до распускания листьев другие в начале лета одновременно с появлением листьев или даже позже однако различным видом ив присущий несколько общих для них признаков все-таки большинство из них цветет до распускания листьев мужские цветки содержат две тычинки хорошо размножаются стеблями или ветвями почки на побегах свободной и сидят поодиночке в пазухах листьев которые располагаются на ветке поочередно и крепятся к ней черешками серые пушистые комочки на ветках и вы это будущие мужские соцветия лопнувшие почки серым пухом в народе ласково называются котиками часто можно увидеть даже среди зимы в короткие оттепели да и начало весны бывает достаточно холодным вот для того чтобы не замерзли будущие цветки и предназначены эти пушистые серые шубки а когда начинается цветение многие ивы становятся нарядными похожими на огромные желто-белые праздничные букеты плод многосемянная коробочка семена мелкие голые снабжены длинными серебристыми волосками под теплыми солнечными лучами сквозь серые пушинки начинают прорастать мужские цветки наполненные желтой пыльцой эти многочисленные цветки и придают деревьям такой необычный праздничный вид в это время когда в природе еще не так много цветущих растений ива становится спасением для многих проснувшихся насекомых пчел шмелей бабочек и мух и соцветий и вы они получают и нектар и пыльцу под цветущими ивовыми деревьями стоит непрерывное жужжание в апреле ива становится одним из главных медоносов часто пчеловоды специально сажают вблизи пасек и вы чтобы ранней весной пчелам было с чего собирать пыльцу здесь на цветочных сережках и вы можно увидеть не только пчел со шмелями но и множество бабочек украшающих своими яркими расцветками ветви дерева бабочки пользуются случаем получить бесплатное угощение в праздник весны одновременно греясь на солнце и высасывая цветочный нектар да и не только бабочкам нравятся и вы тут как тут и птицы плакучий и вы являются одними из предпочтительных хозяев для превращения из гусеницы в мотылька гусеницы особенно цены для птенцов которым для роста необходим животный белок поскольку и вы привлекают бурильщиков насекомых которые зарываются в деревья они также привлекают дятлов которые питаются ими хлопковый материал который производят и вы хорошо подходит для строительства гнезд что еще больше привлекает птиц певчи и птицы особенно любят гнездится выбор каскадные ветви плакучих и в служат убежищем для птиц птицы устраиваются на ивах и укрываются от потенциальных хищников в их густой листве они также питаются листьями деревьев семенами и даже веточками его помогает лесным жителям перезимовать без нее им было бы очень голодно в холодное и снежное время молодые побеги и ветви и вы а также ее кора один из самых распространенных видов корма косуль а в лесу любителей и вы хватает олени едят плакучие вы но выносливые деревья толерантные и коленям они не испытывают постоянного вреда от их покусываний некоторые млекопитающие включая кроликов зайцев медведей андатр лосей и бобров питаются листвой деревьев семенами и нежными веточками но а в зависимости от местоположения на планете его уважают как дикобразы с опоссумами так и иноты ко всему прочему плакучий и вы листопадные и быстро растущие тот факт что они быстро растут означает что они обеспечивают относительно быстрое укрытие для диких животных и улучшают ландшафты листва у одних видов ив густая курчавая зеленого цвета у других более редкая сквозистая серо-зеленого или серо-белого цвета что интересно практически у всех ив под корой побегов образуются группы клеток которые при благоприятных условиях развиваются в корне благодаря этому и вы обладают способностью укореняться в любом возрасте в любой момент вегетационного периода на самых разнообразных почвах лишь бы эти почвы были влажными да хоть и вы растут на всех почвах но более для них пригодны глубокий суглинок или супесь рыхлая и умеренно влажная земля большинство видов ив очень влаголюбивы поэтому их значительная часть растет в поймах рек и выносят длительное затопление встречаются и вы и в лесах как примесь к другим деревьям в сухих же местах и на болотах растут сравнительно немногие виды для всех ив свойственно особая светолюбивость в тени и в глухих местах они растут очень плохо пропадают в тесноте между другими древесными породами и вам свойственно быстрота роста большинство видов особенно в молодости и на хороших почвах дает ежегодный прирост побегов до двух и даже до трех метров один из главных признаков и украшения середины весны это конечно распушившаяся верба легко узнавая весной дерево по пушистым комочкам раскрывающимся из лопнувших почек на ее ветках но верба это всего лишь одно из ряда народных названий разных видов деревьев относящихся к одному роду название которого конечно всем знакомо это его у каждого вида ив есть свое ботаническое название но наряду с ним у людей прижились и другие названия данные этим растениям и в литературе еще чаще можно встретить эти названия относящиеся к определенным видам хотя и в разных регионах их иногда путают да это и не страшно и во белая ветла или ветловник и волонка ракита его корзиночная или его прутовидная корзиночник глаза молокитник талашчаник белотал верболос кузовица его астролистная краснотал или красная верба шелюга красная его козья бредина его миндаль нолистная краснолос его пурпурная желтолозник лозник и летальник его волчниковая шелюга желтая его имеет различные и даже противоположные символические значения например в европейских странах она символ печали и скорби для всего древнего востока его символ разлуки ее тонкие ветви ломали на память прощаясь перед дальней дорогой хотя на том же востоке его символ расцвета женского изящества светлой грусти способностью быстро восстанавливать душевные силы а также бессмертия в буддизме его символ кротости и сострадания в китайской живописи и декоративно-прикладном искусстве его один из наиболее знаменитых мотивов в качестве лунного женского принципа у даосов его олицетворяла терпение и уступчивость в тибете его древо жизни а японцы вообще боготворят его ее изящные тонкие веточки вызывают у них эстетические чувства японцы считают его деревом печали слабости нежности девичьего изящества спокойствия потребности в постоянстве и соединения все грациозно и изящно и японцы сравнивают с ветвями плакучий и вы носите с собой ветки этого дерева чтобы избавиться от страха да и за желаниями тоже к иве чтобы исполнилось завяжите узел на ивовой ветке и во всегда считалось надежным средством против сглаза и порчи хотя вместе с тем ее активно использовали для своих чар колдуны и ведьмы все зависело от того с какой целью ее использовали как это растение само по себе не хорошее не плохое она подчиняется законам равновесия и справедливости ей безразличны проблемы добра и зла она служит только природе славяне же считали вербу священным деревом символом непрерывности и постоянства жизни верба на руси играла ту же роль что и пальмовые ветви которыми народ приветствовал въезжающего в юрусалим христа пальм холодных регионах немного так что заменой стала его она же верба в старые времена а у некоторых и по сей день существует обычай вернувшиеся из церкви родители легонько хлистали освященной вербой детей и приговаривали верба хлест бей до слез верба красна бьет не напрасно это делалось целью уж точно не навредить а отделить детей здоровья вербе приписывалась магическая сила влиять на орошение полей и лугов верба же растет сырых местах у воды а значит она верили предки способствовала паладородию и будущему урожаю также верили что ивовые амулеты подвешенные на шею предохраняют от адских видений женщины вкалывали волосы веточки и вы которые защищали от злых духов придавали остроту зрению и предохраняли от слепоты в славянских языках слова его означает красное дерево и на самом деле кора молодых побегов многих представителей этого рода красноватого цвета и особенно яркой она кажется ранней весной на фоне потемневшего тающего снега верить никто не запрещает и каждый верит во что хочет главное не навредить ни себе не людям но нам также интересно и практическая сторона вопроса люди с древних времен пользуются чудесным свойством растений давать пищу и тепло исцелять от болезни в славянских странах его тоже использовалась в народной медицине как противовоспалительное и противолихорадочное средство вербу использовали при лечении детских болезней вербой окуривали больной скот растирали ее в порошок и засыпали им раны делали из нее отвар и пили от разных болезней а также употребляли в качестве примочек от опухолей и ушибов и не зря иви приписывали такие свойства солициловая кислота была впервые обнаружено именно в иви отсюда происходит ее название кора некоторых видов ив обладает антибиотическим действием она содержит гликозид салицин имеющий лекарственное значение экстракты ивовой коры благодаря наличию солицилатов обладают противовоспалительным действием в листьях некоторых видов содержится солидрозит флавоноиды дубильные вещества многие виды и вы также имеют большое хозяйственное значение древесина ив очень легкая и мягкая хотя быстро загнивает тем не менее используется для различных построек изготовления мелких инструментов получение целлюлозы идет на многие поделки и на изготовление деревянной посуды длинные гибкие побеги являются прекрасным материалом для изготовления плетеных изделий на крайнем севере западной сибири на дальнем востоке из коры ивы плели рыболовные сети кора большинства видов богата дубильными веществами и используется в кожевиной промышленности для дубления кож это растение ценный медонос в первый период взятка пчел начинается именно цветением ивника в общей сложности и в одна за другой цветут с конца апреля до конца мая а блиственные ветви ивы идут на корм животным особенно их любят козы и овцы благодаря способности легко возобновляться и вегетативной семенами и вы часто являются пионерами зарастания нарушенных территорий не только в поймах рек но и на вырубках гарях вдоль дорог и вы широко используются в полезащитном лесоразведении выполняют водоохранные водорегулирующие функции и служат для задержания передвижения летучих материковых песков большое значение имеют некоторые из видов ив как декоративных растений которые успешно применяются для озеленения городов и поселков и все-таки почему же и вушка плачет все потому что и вам свойственен процесс гутации слово гутация происходит от латинского гутта капля и характеризует способность растений выделять своими листьями капельно-жидкую водичку это происходит в том случае когда корневая система поглощает намного больше воды чем может испариться с поверхности листьев гутация весьма обычно у многих растений влажных тропических лесов и часто наблюдается на кончиках листьев молодых проростков как правило его растет на берегах водоемов корневище дерево значительной частью погружено в воду поэтому получает она ее в избытке естественно что возникает потребность в избавлении от лишней влаги влажный воздух не дает иви сделать это привычным для других деревьев путем через испарение с листьев отсюда то самое состояние про которое говорят что дерево плачет сложно себе представить берега озера без пушистых зарослей плакучий и вы или ракиты лес без белых барашков и вы предвестников весны в повседневной жизни мы зачастую и не замечаем многих наших зеленых друзей но если вдруг их не окажется рядом то сразу заметим что природа стала беднее поэтому наша задача хранить и ухаживать а после бесконечно любоваться этой зеленой красотой одной из которых и является его плакучая красавица нашей планеты смотрим слушаем записываем подписываемся не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями это очень помогает продвижению с вами канал планета земля